До Нового Года месяца, и чтобы провести старый год весело и без паники, стоит составить список дел. А вот что внести в этот список, мы подскажем. Чтобы в празднике всё вокруг блестело, не откладывайте генеральную уборку на последний день перед Новым Годом. Лучше позаботиться об этом заранее, чтобы уж точно вычистить все укромные уголки. В Италии есть хорошая традиция перед Новым Годом выбрасывать всё лишнее. Но, правда, итальянцы выбрасывают хлам прямо из окна, мы этого делать не советуем. Лучше воспользоваться мусорным баком, но в Новый Год не берём с собой всё старое, сломанное, надоевшее и некрасивое. Мишура, гирлянды, новогодний венок – всё это, конечно же, добавляет сотню баллов к новогоднему настроению. Поэтому уже сейчас можно и нужно начинать украшать собственный дом. К тому же, чтобы украсить и придать новогоднее настроение, дома не обязательно тратить целое состояние. Можно собрать еловые веточки, шишки и смастерить украшение самостоятельно. В списке самых важных дел, конечно же, выбор новогоднего дерева. И неважно, срубили вашу ёлочку под самый корешок или изготовили на заводе искусственных материалов, но неправильный выбор дерева может испортить весь праздник в целом. Поэтому отнеситесь к этому делу внимательно и ответственно, и обязательно продумайте стиль украшения ёлки. Ну а если не только Дед Мороз, но и вы захотите сделать подарок друзьям и родственникам, обязательно оберните его в красивую бумагу, используйте ленточки и бантики. Именно такое Анто Рашид делает из обычной купленной вами вещи подарок с большой буквой П. Заранее продумайте образ для новогодней вечеринки. Бархат, металлик, перья – всё это уместно в новогоднюю ночь. Блёстки, пайетки и бисер – новогодняя классика жанра. Чтобы создать по-настоящему новогодний образ, будет достаточно одного блестящего элемента.